У мобильного комплекса в основном пожилые люди. Верезаикиной, 83, она живет в отдаленном селе. В райцентр приехала сделать прививку. В общем, заполните бумажочки, удавление с мерия, а потом еще отходит медсестра или кто там, и у кончика ледь, и пошли с Богом. Прививки в районе уже сделали более 7 тысяч жителей. К ноябрю должны выйти на показатель 60%. Также мобильный комплекс используют для проведения диспансеризации и профосмотров, диагностики различных заболеваний. После этого замгубернатора посетил Абаянскую ЦРБ. Она обслуживает почти 27 тысяч человек. Половина из трех десятков зданий на территории построены еще в 19 веке. Некоторые в аварийном состоянии, по назначению не используются. Остальные введены в эксплуатацию в послевоенное время. Здесь надо полностью отремонтировать нам 9 ФАПов, 12 построить и построить новую поликлинику. Потому что старая поликлиника, которая находится сзади, мы с вами заходили, там грибковые поражения стен без вентиляции. Условия, которые работают мои сотрудники и сотрудники Абаянской ЦРБ, конечно, очень плохие. У нас еще есть стационары, которые находятся только в разбросанном виде. Терапия находится в 6-5 километрах от центральной хирургии, тоже находится тут в 600 метров. То есть мы думаем, что в дальнейшем мы все аккумулируем в центре, чтобы это был как медицинский городок такой современный. Сейчас собирают документы, необходимы археологические раскопки, параллельно готовят проект. Здесь планируется поликлиника, современная поликлиника с рентгеновским оборудованием, флюорограф, мамограф, прием на 350 посещений. Надеемся, что в следующем году мы начнем ее строить. Как и во многих районах, острый вопрос в Абаянской ЦРБ с кадрами. На сегодняшний день в этой ЦРБ существует потребность в двух фельдшерах и в четырех медсестрах. Сейчас мы работаем с выпускниками этого года. Они все, большинство из них прошли успешно аккредитацию. И мы будем решать проблему с обеспечением кадрами Абаянской ЦРБ. Медиков приглашают на работу по программам «Земский доктор» и «Фельдшер». Выплачивают от одного до полутора миллионов узким специалистам, фельдшерам и среднему медперсоналу от 500 до 750 тысяч. В Абаянском районе дополнительно еще 300 тысяч. Елена Романцева, Мария Колосова, Алексей Еременко. События дня. Субтитры создавал DimaTorzok